Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мы продолжаем наш большой челлендж, шестой эскизов ФВД. Уже очень много нарисовано, это одни из последних эскизов этого челленджа, но не переживайте, я буду делать другой, и мне кажется не один. Сейчас как раз идет обсуждение, и вы можете под этим видео написать, а что бы вам было интересно, чтобы я еще показывала. Сейчас остановились на том, чтобы показывать рисунок эскизов от руки. Чтобы показывать рисунок эскизов в 3D, я начала общить эти программы, Кло 3D. Буду вместе с вами осваивать, не как учитель, а как ученик, но мне кажется, это тоже интересно посмотреть, как это все происходит. Также был запрос на рисунок принтов, и был запрос на рисунок моделей с подиума. Вы можете под этим видео написать, что бы вам было интересно порисовать, что бы вы хотели увидеть, и я обязательно к этому прислушаюсь и сделаю новые интересные ролики для вас, что бы вы могли посмотреть, как что делается. А сегодня мы возвращаемся к нашему челленджу 100 эскизов ФВД. Рисуем мужскую одежду, и сегодня я буду рисовать джемпер с воротничком пола. Очень, кстати, интересно и красиво смотрится. Сейчас они перекочевали в женскую одежду, я видела такие платья, я видела такие джемпера. У мужчин они смотрятся более спокойно и более классически, и действительно это такое что-то между рубашкой и свитером, но по факту это что-то очень удобное, очень классное. Они есть с пуговками и без. Ну, давайте приступим. Я здесь вам хочу в этом эскизе показать, как будет смотреться джемпер, как рисовать, что это именно мягкая пластичная структура. В предыдущих роликах я вам уже показывала, как рисовать заливки по фото и беря образцы вязки. А в этом ролике я вам покажу, как создать при помощи кисти. Можно вот эту вот красивую структуру. Так что присоединяйтесь, я вам обязательно все покажу. Начинаем мы с вами с основы. И здесь нам нужна с вами толщина единичка. Воротник я подкорректирую в итоге, потому что надо, наверное, начать с воротника. Тогда будет более понятно, что я хочу сказать. Начинаем с половинки воротничка. Воротник очень похож на рубашечный. Мы с вами рисовали уже рубашку. Здесь у нас вот так вот идет воротничок. Мне же не нужен пунктир. Вот так вот у нас идет воротничок. Он у нас без стойки. Соответственно, он ближе к горлу ложится, но все равно не прямо вот туда. То есть вот эту точку мы можем чуть-чуть приопустить. То есть в случае, когда у нас есть стойка, там у нас держит стойка. Здесь у нас вот такой воротничок красивый. Еще очень красиво, хотя это не совсем правильно, вот здесь вот так немножко изгибать краешек. Он тогда получается такой более симпатичный, что ли, если так правильно сказать. Но это не обязательно. Так, здесь мы вот так с вами прорисовываем, что у нас тут все закрыто. Вот так. И можно рисовать на пуговках, но мне очень нравится, когда это именно оформление такое горловинки. То есть нету застежки. То есть он сам воротничок является так называемой застежкой. Вот видите, к центру я его привела. Вот здесь сейчас кривизну дам, потому что так, конечно, не подойдет нам. Нам нужно, чтобы была тесемочка вот так вот ровная. Вот. И здесь сейчас тоже немножко поправим, чтобы там и угол был поприятнее. Здесь немножечко выправим. Вот. Вот так. Вот такая история. Теперь, если мы этот воротник с вами раззеркалим от центра, то вот этот правый должен быть сверху. И откроем окно. Обработка кондуров. Мы, кстати, писали, ну зачем вы каждый раз показываете? Так же понятно. Но если кто-то вдруг первый раз мои ролики увидел, я поэтому показываю, откуда я вытаскиваю эти панели, чтобы вы, посмотрев на свой компьютер, увидели, где это все находится. Вот такая вот история. То есть вот такой воротничок пола. И у этого воротничка, конечно же, самое идеальное, когда он сделан резиночкой. Как это сделать? Можно сделать очень простой вариант. Сейчас я его и покажу. Как раз мы с вами делаем тонкую полосочку. Придаем ей толщину 0,25. Можно даже потоньше, например, 0,15. Создаем копию такой же полосочки и ей убираем цвет контура. Это все запихиваем в заливке. И теперь копируем наш с вами воротничок целиком. Вот так. Желательно с шифтом наверх. Шифт-альт я зажала, и вот он у меня скопировался. И даем ему вот такую заливку. Теперь мы можем с вами повернуть. Вот здесь у нас инструмент поворот, двойной клик. И смотрите, сейчас у меня будет вращаться целиком. Я убираю трансформирование объектов и оставляю трансформирование узоров. Ага. Так хорошо. Я обычно делаю глазометрический. Но если вы человек системы, человек логика, то вы можете посчитать правильный угол, который вам будет соответствовать. А вот здесь мне нужно повернуть на достаточно ровный угол. Поэтому я буду крутить. На 180. 180 много. Давайте на 90 повернем. На 90. Вот. Прекрасно. И возвращаем обратно. Смотрите, вот эта часть должна вернуться в самый низ. И должна уйти на самый-самый низ. То есть вот так. Чтобы она туда ушла. Потом вернуться в вот эту часть. Вот. И возвращаем вот эту часть. Вот она встала. И вот эти две сверху. Все. У нас с вами получился прекрасный воротничок с обработкой, ну, ее называют рибаной, рибой и так далее. На самом деле это эластичное переплетение, как оно называется в русском технологическом словаре. Вот. И мы уже рисуем с вами непосредственно контур. Если в пиджаке, который мы рисовали в прошлом эскизе, то там очень важно учитывать, что там подкладки, усиления, там будут клеевые. Но трикотаж, он всегда такой очень мягкий, очень пластичный. Кстати, вот есть маленькая хитрость. Если мужчина, ну и женщины тоже достаточно крупные, но при этом тело рыхлое. То есть бывают как бы сбитые такие люди, они просто плотные. Бывают именно рыхлые. Где-то складочки, где-то еще что-то. Если вы хотите использовать трикотаж, используйте трикотаж максимально плотный, максимально грубой вязки. Если вы будете использовать трикотаж мягкий, то у вас как раз будет полное облегание всего того, что вам как бы лучше бы и не очень это демонстрировать. Такая вот особенность. И у трикотажа, как правило, вот если мы говорим про мягкий трикотаж, у нас с вами бывает напуск. Напуск может быть большой, может быть маленький. Вот он тут вот у нас вот так формируется. И вот под воротничком, сейчас я вот эту линию проведу, то есть я уберу эту назад, она не будет мне мешаться. Вот здесь чуть-чуть, чуть-чуть плечика и вот чуть-чуть вниз. Оп, вот. Поставила его на место. Вот такая форма. Не пугайтесь то, что он у меня сверху, это не страшно. Правая кнопочка мышки, монтаж на задний план. Вот он у меня ушел. Снизу, снизу у меня будет резинка, но я ее лучше нарисую сразу на двух половинках. Давайте мы раззеркалим от линии центра. Shift-альт зажали. Вот. И посмотрим сразу длину, потому что на симметрии лучше понимать длину. Можем с вами немножечко его потянуть вниз, если это требуется. Можем немножко убрать напуск, чуть-чуть-чуть уже. Но это вот уже такие детали. И вот эта часть, она все-таки должна приходиться на бедро. То есть самая узкая часть должна быть по бедрочкам. Ну и все. Теперь по низу мы с вами можем спокойно нарисовать резиночку. Резинки, кстати, на них тоже есть мода. В какие-то моменты модны более узкие резинки, в какие-то моменты модны более широкие резинки. То есть когда-то они составляют 4 сантиметра, когда-то это будет 7. Это по-разному бывает. Вот такая штука у нас с вами получилась. Как помните, мы там репрессовали. Вот можно прямо его отсюда. То есть чпок и сюда поставить. Красота. Так, теперь рисуем рукав. Помним про мягкость. Помним про то, что вот какие-то моменты он прям будет облегать. Где-то он немножечко может отставать от руки. То есть он не обязан прям, это же не колготки, женские, да? То есть он не обязан прям очень плотно там быть. И здесь тоже у нас будет небольшой напуск. То есть мы с вами готовимся к напуску, делаем напуск. Не обязательно он должен быть большим. Но, как правило, если есть по низу резиночка, вот минимальный напуск все-таки будет присутствовать. Вот просто вот чуточку-чуточку. Крайне редко, когда получается прямая линия. Вот так вот. И, соответственно, если мы понимаем, что воротник высоковат, рукав высоковат, мы можем его поддернуть. Так, цвет нам белый, пожалуйста, сделайте. И тоже мы здесь с вами рисуем манжетик. Я даже, видите, специально немножечко заехала, чтобы выровнять. Манжеты тоже бывают прям большие, бывают поменьше. Это тоже нужно учитывать. Вот так. Оп. И сделали. Так, и его теперь раздублируем. Дублируем. Вот так. Красота. Красота. Вот у нас получился прекрасный такой джемпер. Что бы я сейчас сделала? Я это сейчас сделаю. Сейчас отодвину вот этот рукав. Отодвину вот этот рукав. Они мешаются. И вот эту всю красоту чуть-чуть потяну вниз. Мне кажется, что будет разумнее, если мой джемпер будет чуть-чуть длиннее. Раз-два. Раз-два. Вот таким образом. То есть я просто подкорректировала. За это я обожаю иллюстратор. То есть если я понимаю, что что-то не так, я просто это корректирую. Вот. Получилось. Что мы еще не дорисовали? Мы с вами не дорисовали внутреннюю часть, когда у нас будет идти заливка. Она не обязательно должна быть какой-то красивой. Ее можно просто черновым кусочком таким вот нарисовать. Она будет подложкой самой нижней. Мы ее отправляем на задний план. И даже в черно-белом эскизе ее бы хорошо чуть-чуть серенькой сделать. Тогда будет понятно, что она вот там вдалеке. Теперь к эскизу. Если вы хотите, мы добавляем тени. Здесь тоже похожая история. Воротник самая глубокая часть, самая темная. Вот она, смотрите. Сейчас буду показывать тоже темными тенями. Я создала новый слой, чтобы у меня ничего нигде не цеплялось. Я обычно для рисунка теней создаю новый слой. Это намного удобнее. А вот по тени здесь я буду ее делать более суетную. То есть если я когда рисовала пиджак, я делала такую очень спокойную тень, то здесь добавляю вот этих вот изгибов, показывая, что материал, из которого у меня это сделано, он более мягкий, более пластичный, более подвижный. Он подвержен каким-то вот этим вот изгибам, да, каким-то вот перепадам. И за счет этого оно вот у меня такое все более подвижное. То есть даже при помощи формы тени вы можете сформировать ощущение от того, из какого материала у вас сделано то или иное изделие. Именно формы тени. Я даже не говорю про интенсивность и ее насыщенность. Просто за счет того, что форма тени более лаконичная, или форма тени более, давайте скажем так, суетливая, то вы за счет этого передаете то ощущение, которое у вас есть от данного изделия. То есть вот я собрала всего 4 тени, видите, получилось. И их уже перевожу. Я их сгруппирую, мне так будет удобнее работать. И еще одна хитрость. Я вам очень рекомендую сгруппировать все детали, на которых есть заливки, которые показывают наше с вами переплетение рип. Хотя это может вызвать проблему вот здесь. Поэтому надо с этим аккуратно быть, но желательно все-таки эту группировку сделать. Вот такое базовое изделие у нас получилось. Я хочу теперь его сделать в двух вариантах. Сейчас я его сгруппирую. Вариант номер один. Такие изделия иногда вяжутся, то что говорят, резинкой, лапшой, эластичным переплетением. Бывают там 2-2, бывают 5-4, то есть 5 лицевых, 4 изнаночных и так далее. Как мы это будем с вами отражать в эскизе? Сейчас я вам покажу. Рукава я уберу на задний план, чтобы они мне тут не мельтешили. Тень тоже поправлю. Вот так. И эти тоже сейчас поправлю, потому что мне не нравится, как они вылезают, а я это увидела. А если я это увидела, значит надо править. Не исправить вы можете только то, что вы не увидели и на что вам не показали, или то, что вы считаете, что так и должно быть. Если вы что-то увидели, не ленитесь, правьте. Так вот, как нам вот эту всю красоту обыграть? Есть еще один способ, он чуть более сложный, но я его все-таки сейчас покажу. Берем с вами основу. И нам нужно, чтобы линия шла вот не просто как бы четко, полоска к полоске, а вот чтобы она вся такая изгибалась. Смотрите внимательно, если не поймете, пересмотрите. Я отрезаю две крайние линии. Одну и вторую. Отрезаю инструментом ножницы. Делаю отсутствие заливки. Теперь ввожу инструмент переход, или он называется blend. Создать. Еще раз. Объект. Blend. Если у вас другой инструмент, я открываю параметры перехода. Заданное число шагов. И задаю число шагов 20. Если достаточно, то оставляю. Если недостаточно, то даю там, например, 25. Во, хорошо. Мне нравится. Делаю их тонкими. Объект. Вот здесь его можно разобрать. И он становится векторным. Вот. И теперь сверху на него накладываю еще один объект. То есть, ну это чуть посложнее уже такая история пошла. Он обязательно должен лежать сверху. И мы все это вместе собираем под обтравочную маску. И получилась вот такая очень классная штука. Вот именно фишка в том, что она именно вся так вот изгибается. Она такая вся мягкая. Она вся такая пластичная. И она показывает, что вот оно все вот такое нестабильное. Потому что можно, конечно, можно нарисовать, как мы и здесь рисовали. Просто не таким чистоколом это все сделать. Давайте то же самое проделаем с рукавом. С рукавами вообще часто такая история бывает. Тут отрежем. И тут вот отрежем. Вот. Эти части убираем. Убираем заливку. Объект. Переход создать. Ну, либо можно сочетанием клавиш объект. Он у вас будет называться blend, если у вас по-английски. Заданное число шагов. И давайте попробуем десяточку. Нормально? Вот. Или вот девять. То есть здесь уже чисто глазометрический такой способ. Да, давайте девять. Ноль двадцать пять. И вот сейчас мы с вами рукавчик притащим. Вот. Хорошо. Видите, он прям все закрывает. Он должен находиться сверху. Правая кнопочка мыши. Создать обтравочную маску. Вот такая красота у нас с вами получилась. И это же мы с вами раззеркаливаем. Туда. Вот. Просто красота. Правда? Действительно такой хороший проработанный эскиз. И еще один финт ушами, который я хотела показать. Надо вот здесь, чтобы обязательно все доходило до правильных точек. Чтобы ничего нигде не повисало. Вот здесь именно дело в том, что она вот такая вот неровная. Что вот здесь вот можно рисовать руками, но у вас так красиво не получится. Когда есть инструмент переход, зачем же себя мучить? Правда? Вот здесь что-то у меня сбилось. И я вижу, что что-то сбилось. Почему-то у меня два рукава оказались не симметричными. Поэтому один рукав я удаляю. А второй рукав просто раззеркаливаю. Вот так. Оп. И отправляю его на задний план. Чтобы он не маячил спереди. Во. Отлично. Так. И последний такой финт ушами, который я хочу показать. Берем нашу с вами вот эту историю. Отменяем. Заходим внутрь. И теперь у нас будут с вами тонкие-тонкие косички. У меня уже есть косички. Смотрите. Такие тоненькие, такие прекрасные. То есть у нас с вами весь свитерочек связан тоненькими косичками. Нет, надо 1.12. Вот. То есть это просто вот прям мурмяу. Создаем оправочную маску. И возвращаем вместо вот этой красоты всей. Вот так. Для того, чтобы они не смотрелись так ярко, я им дам небольшую непрозрачность. Ну, посмотрите, какая красота. Прям дорогой элитный джемпер. То же самое делаем здесь. Я разгруппироваю, убираю. Так. 1, 0, 102, 1, 2. Вот. Видите, здесь даже немножко они сгущаются. Поэтому делаю 0,1. Подбираю все-таки. Да, не совсем будет одно и то же. Но подбираю, чтобы лучше смотрелось именно на эскизе. Да, здесь не надо упираться в то, что типа здесь так, здесь так. Визуально оно будет смотреться лучше, когда вот такая история будет. Когда эскиз будет выровнен хорошо. Вот. Возвращаем. Немножечко сейчас мы его туда-назад уберем. Тоже добавляем сейчас непрозрачности. Тяжело компьютеру стало. Какая у нас тут 37 непрозрачность? И сюда такую же непрозрачность дадим 37. Вот. И вот эту часть наверх. Поскольку я человек достаточно ленивый, не буду я ничего заново перерисовывать. Я просто скопирую опять один рукав к другому. Хотя тень оставляю. И таким образом у меня оказывается, что тень это разная на разных рукавах. Вот. Так что такая вот тоже фишечка. Вот. И у нас получился прекрасный джемсировочек в косичку. Здесь у нас с вами полосочка, здесь косичка. Когда вот такие вот всякие штуки неровности, вы когда отэкспортируете, видите, я удаляю, у меня вот здесь непонятная штука получается. Если вы этот эскиз сэкспортируете в PNG, в JPEG, распечатаете через экспорт. Печатать надо не из вектора, а через экспорт. Тогда вот эти все эффекты отпечатываются нормально. Потому что программа немножко искажает, когда вы на нее смотрите. Такая у нас красота получилась. Давайте сделаем пару цветов. Давайте один джемпер сделаем. Например, синим, а второй джемпер сделаем бежевым. Очень красивый и стильный такой джемперочек будет. Так. Что вот только что было? Рассказываю. Дело в том, что эскиз крайне тяжелый. И программа сходит с ума. Когда начинаются такие моменты, надо что первое на первое сделать? Сохранить эскиз. Поэтому мы делаем сохранить как. Пишем, что это у нас эскиз 98. Ай-яй-яй. Эскиз 98. И это у нас с вами джемпер пола. Сохраняем. Поэтому если моя программа сейчас взбракнет, то у меня все ходы записаны. Так. Тяжело. С такими заливками программе работать тяжело. И это нужно понимать. А поскольку у меня еще сейчас стоит запись видео, ну поверх того, что я ее прогружаю вот этими мелкими элементами и заставляю копировать узорчатую кисть многократно, то естественно она недовольна. Вот. Но я нудная, я попрошу все-таки ее со мной поводиться. Итак, давайте этот. Нет, мне целиком, пожалуйста. Я хочу вот в эту группу провалиться. Вот уже сгруппированный. Нет, разгруппировался. Какая неприятность. Так. Сейчас мы все это вместе тогда сгруппируем. Чтобы не цеплять другие эскизы. И я сейчас выделю то, что у меня белым цветом залито. Немножко так спамечу. И выделю все, что залито белым цветом. И дам цвет такой нежно-пыльно-голубой. Будет очень красиво смотреться. Очень приятная цветовая такая штучка. На мужчинах вообще отлично смотрится этот цвет. Свет серо-пыльно-нежно-голубой. Во. Брать на место. А вот этот эскиз сделаю бежевым. Так. Зажимаем пальчики. Надеемся, что компьютер справится с этой задачей. Сначала ему нужно сгруппировать. Здесь не буду его так мучить. Здесь сдвину вот эту штучку. И дам. Есть такой очень красивый цвет. Мы его называли в свое время цвет грязной тряпки. Но он реально прям здорово смотрится на мужчинах. Вот. Вуаля. Ну, покажись. Смотрите, какая красота. Нежно-голубой. Можно сделать, кстати, очень красиво. Будет в темно-синим. И еще можно по краешку пустить полосочку. Белую, например, темно-синим, белую палочку. Будет очень морская тема. Но это вы уж сами без меня попробуете. Расскажите, как вам эффекты. Как вам, насколько это интересно. И насколько действительно получается передать то, что там пиджак, он более строгий, более формальный. А здесь вот мы с вами сделали джемпер. Не обращайте внимания на вот такое отражение на компьютере, потому что по факту действительно все будет хорошо, когда вы это сохраните и сэкспортируете. Просто программа не всегда выдает корректное отображение. У нас с этим нужно просто понимать, когда я приближаю, все нормально. Когда я удаляю, то получается вот такая история. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. И жду ваши ответы, что же вам интересно еще порисовать.